Мы написали запрос в Государственную жилищную инспекцию, в Роспотребнадзор, с тем, чтобы они сами по своей методике провели все необходимые замеры и определили. Потому что вода течет с ТЭЦ долго. Она поступает на Магаданскую ТЭЦ водохранилище, там ее нагревают. Дальше она идет по магистральным трубам в центральные тепловые пункты. Из центральных тепловых пунктов поступает в дома, в узлы управления. И на каждом отрезке может кто-то что-то нашкодить. Ну, например, все должны знать, что, во-первых, мы горячую воду получаем из системы отопления. Это так строилась магаданская ТЭЦ 60 лет назад. Поэтому тот, кто сегодня чистит зубы и использует холодную воду, питьевую, это правильно. Или нагревает ее там для... Тот, кто пользуется водой горячей, тоже не страшно. Потому что она нагревается до температуры, там, по-моему, 80 градусов. Ничего там страшного нет. Но это все-таки не питьевая вода. Это не питьевая вода. Я знаю, что федеральный закон номер 190 теплоснабжения в Российской Федерации, он еще с 2010 года запретил выдавать технические условия на открытую систему горячего водоснабжения. С 2021 года вообще все закрыто. Но все понимают, что для Магадана было посчитано. 32 миллиарда рублей нужно для того, чтобы переоборудовать открытую систему горячего водоснабжения в закрытую. То есть отдельная труба, на ТЭЦ отдельно нагревается питьевая вода и дается отдельно, не через систему отопления. Поэтому часть городов в России построена как Магадан, часть построена по-другому. Но что касается новых кварталов, новых объектов, используются либо специальные бойлеры коллективные, либо индивидуальные бойлеры для того, чтобы обеспечить себя горячей водой вот такого типа. Но на самом деле у нас вода хорошая, чисто никаких таких вот ситуаций, связанных, ну, чисто вот органолептический запах плохой. Иногда бывает свет, но это уже там проблема была у нас в теплосети на Уктарии, потом в поселке Снежный, это связано с утечкой там мазута и так далее. Но в целом то, что подает магаданская ТЭЦ, оно соответствует ГОСТу, и, возможно, это внутридомовые проблемы, где плохо обслуживаны грязевики, и вот это все коломутит и создает неприятный запах.